Глава одиннадцатая Мошеннические весы — мерзость для Еговы, а полновесная каменная гиря приятна ему. Пришла самонадеянность? Тогда придет и бесчестие, но мудрость со скромными. Честных ведет их непорочность, а вероломных разорит их лукавство. Ценные вещи не принесут пользы в день ярости, праведность же спасет от смерти. Праведность безупречного сделает его путь прямым, нечестивый же падет в своем нечестии. Праведность честных спасет их, а вероломные будут пойманы своими желаниями. Когда умирает нечестивый, погибает его надежда, погибают и ожидания, возлагаемые на силу. Праведный спасается от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый. Своими устами отступник губит ближнего, а праведные спасаются знанием. Добродетельность праведных приводит город в ликование, и при гибели нечестивых раздаются радостные возгласы. Благословением честных город возвышается, а уста нечестивых разрушают его. Тот, у кого нет разумного сердца, презирает своего ближнего, а человек, обладающий большой проницательностью, хранит молчание. Кто ходит и клевещет, тот открывает сказанное в доверительной беседе, а верный духом хранит дело в тайне. При отсутствии умелого руководства народ падает, а при множестве советников приходит спасение. Кто поручается за постороннего, непременно причинит себе вред, а кто ненавидит рукопожатие, живет беззаботно. Привлекательная женщина приобретает славу, а тираны приобретают богатство. Человек, проявляющий любящую доброту, приносит благо своей душе, а жестокий навлекает беду на свое тело. Нечестивый приобретает обманчивый доход, а сеющий праведность, истинную прибыль. Кто твердо стоит за праведность, тот стоит на пути к жизни, а кто гонится за злом, тот идет к смерти. Те, у кого коварное сердце, отвратительны для Иеговы, а безупречные в своем пути, приятны ему. Хотя нечестивые заручаются поддержкой друг друга, они не избегут наказания, а потомство праведных непременно спасется. Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая, но отвергающая здравомыслие. Желание праведных всегда к добру, а надежда нечестивых — ярость. Иной раздает, а у него прибавляется, а другой уклоняется от доброго дела, но это ведет лишь к нужде. Щедрая душа уточнится, и кто щедро поет других, тот и сам будет щедро напоен. Кто удерживает зерно, того народ проклянет, а на голове продающего — благословение. Кто стремится к добру, тот ищет одобрение, а кто ищет зла, на того оно и придет. Полагающийся на свое богатство падет, а праведные будут зеленеть, как листва. Кто навлекает беду на свой дом, получит в удел ветер, и глупый будет слугой мудрого сердцем. Плод праведного — дерево жизни, и кто завоевывает души, тот мудр. Вот, праведному воздастся на земле, тем более воздастся нечестивому и грешнику. Глава двенадцатая Любящий наставление любит знания, а ненавидящий исправление неразумен. Добрый получает одобрение от Иеговы, а замышляющего зло он объявит нечестивым. Ни один человек не утвердится нечестием, корни же праведных не сдвинутся с места. Добродетельная жена — венец для своего мужа, а та, что ведет себя постыдно, как гниль в его костях. Мысли праведных — справедливость, руководство от нечестивых — обман. Слова нечестивых — засада для пролития крови, уста же честных спасают их. Нечестивые не звергнуты, и нет их, а дом праведных будет стоять. Благоразумные уста принесут человеку похвалу, а у кого извращенное сердце, тот будет в презрении. Лучше незнатный, но имеющий слугу, чем тот, кто прославляет себя, но нуждается в хлебе. Праведный заботится о душе своего скота, а милосердие нечестивых — жестоко. Возделывающий свою землю насытится хлебом, а кто гоняется за бесполезным, у того нет разумного сердца. Нечестивый желает добычу, попадающую в сети злых, а корень праведных приносит плоды. Злой будет пойман беззаконием своих уст, а праведный выйдет из беды. От плода своих уст человек насыщается добром, и дело рук человека вернется к нему. Путь глупого правилен в его глазах, но кто слушается совета, тот мудр. Глупый обнаруживает свое раздражение в тот же день, а рассудительный покрывает бесчестие. Кто говорит с верностью, скажет то, что праведно, а у лжесвидетеля — обман. Иной, говоря бездумно, ранит, как мечом, а язык мудрых исцеляет. Уста истины будут утверждены навсегда, а лживый язык пробудет лишь мгновение. В сердце замышляющих зло — обман, а те, кто содействует миру, радуются. С праведным не случится никакого зла, а нечестивые будут преисполнены бедствиями. Лживые уста отвратительны для Иеговы, а тот, кто действует с верностью, приятен ему. Рассудительный человек скрывает знания, а сердце глупых высказывает глупость. Рука прилежных будет править, а ленивой руке уготовлен под невольный труд. Беспокойство подавляет сердце человека, а доброе слово доставляет сердцу радость. Праведный высматривает себе пастбище, а путь нечестивых заставляет их блуждать. Леность не спугнет дичь, а прилежный — драгоценное богатство человека. На пути праведности жизнь. Этот путь не ведет к смерти. Глава тринадцатая Сын мудр, если отец наставляет его, а насмешник не слышит порицания. От плода своих уст человек вкусит благо, но душа вероломных жаждет насилия. Кто стережет свои уста, тот хранит свою душу, а кто широко открывает рот, тот погибнет. Ленивый желает, но его душа ничего не имеет, а душа прилежных будет насыщена. Праведный ненавидит лживое слово, а нечестивые ведут себя постыдно и навлекают на себя позор. Праведность охраняет того, кто не порочен на своем пути, а грешника не звергает нечестие. Один выдает себя за богатого, хотя ничего не имеет, а другой притворяется бедным при большом богатстве. Выкуп за душу человека — его богатство, а бедный не слышит порицания. Весел свет у праведных, а светильник нечестивых погаснет. Самонадеянность приводит только к раздорам, а у советующихся — мудрость. Богатство, приобретенное суетой, истощается, а кто собирает своими руками, тот приумножает его. От затянувшегося ожидания болит сердце, а исполнившееся желание — дерево жизни. Кто пренебрег словом, тот лишится отданного в залог, а кто боится заповеди, получит награду. Закон мудрого — источник жизни, отводит от западней смерти. Глубокое понимание приносит расположение, а путь вероломных — ухабист. Всякий, кто рассудителен, будет действовать сознанием, а глупый повсюду разнесет глупость. Нечестивый вестник причиняет зло, а верный посланник несет исцеление. Кто пренебрегает наставлением, того постигнут нищета и бесчестие, а внимающий исправлению будет в почете. Исполнившееся желание приятно душе, но мерзость для глупых — удаляться от зла. Кто ходит с мудрыми, станет мудрым, а кто имеет дело с глупыми, пострадает. Грешников преследуют бедствия, а праведных награждает благо. Добрый оставит наследство и сыновьям сыновей, а богатство грешника сберегается для праведного. Пашни бедных производят много пищи, но некоторые гибнут из-за отсутствия справедливости. Кто удерживает свою розгу, тот ненавидит сына, а кто любит его, тот ищет возможности воспитывать его. Праведный ест и насыщает свою душу, а живот нечестивых будет пустым. Глава четырнадцатая Мудрая женщина устраивает свой дом, а глупая разрушает его своими руками. Идущий путем честности боится иегову, но тот, чьи пути кривы, презирает его. В устах глупого розга высокомерия, но уста мудрых будут охранять их. Где нет скота, там ясли чисты, но благодаря силе быка урожай бывает обильным. Верный свидетель не солжет, а ложный свидетель наговорит много лжи. Насмешник ищет мудрости и не находит, а обладающему пониманием знание дается легко. Отойди от глупого человека, потому что не найдешь знающих уст. Мудрость рассудительного в понимании своего пути, а безрассудство глупых — обман. Глупы те, кто презирает чувство вины, но среди честных — согласие. Сердце человека знает горесть его души, и в радость сердце не вмешается посторонний. Дом нечестивых будет истреблен, а шатер честных будет процветать. Есть путь, который кажется человеку правильным, но в конце его — пути смерти. И при смехе может болеть сердце, и концом радости бывает печаль. Неверный сердцем насытится от плодов своих путей, и добрый человек — от плодов своих дел. Неопытный верит всякому слову, а рассудительный обдумывает свои шаги. Мудрый пребывает в страхе и удаляется от зла, а глупый приходит в ярость и ведет себя самоуверенно. Кто скор на гнев, тот сделает глупость. Но человек, обладающий мыслительными способностями, ненавидим. Неопытные получат в удел глупость, а рассудительные возложат на себя венец знания. Злые поклонятся добрым, и нечестивые — у ворот праведного. Бедный ненавистен даже своему ближнему, а у богатого много друзей. Презирающий своего ближнего грешит, но счастлив тот, кто благосклонен к угнетенным. Разве не будут блуждать замышляющие зло, но любящая доброта и истина с теми, кто помышляет о добром? От всякого труда есть польза, а где одни разговоры, там нужда. Венец мудрых — их богатство, дела глупых остаются глупостью. Истинный свидетель спасает души, а лживый наговорит лжи. В страхе перед Иеговой — твердая уверенность, и у его сыновей будет прибежище. Страх перед Иеговой — источник жизни, отводит от западней смерти. Во множестве народа — украшение царя, а при малолюдстве — гибель сановнику. Кто медлен на гнев, тот весьма проницателен, а нетерпеливый превозносит глупость. Спокойное сердце — жизнь для тела, а ревность — гниль для костей. Кто обманывает нищего, тот порочит его Создателя, а кто благосклонен к бедному, тот прославляет его. Нечестивый будет повержен за свое зло, а праведный найдет убежище в своей непорочности. В сердце понимающего пребывает мудрость, и среди глупых она становится известной. Праведностью возвышается народ, а грех — бесчестие для племен. Царь доволен слугой, который действует с пониманием, но его ярость ожидает того, кто ведет себя постыдно. Глава пятнадцатая Кроткий ответ отвращает ярость, а ранящее слово возбуждает гнев. Язык мудрых пользуется знанием на добро, а уста глупых источают глупость. Глаза иеговы на всяком месте, они наблюдают за злыми и добрыми. Спокойствие языка — дерево жизни, а извращенный язык — сокрушение духа. Глупый презирает наставление отца, а кто принимает исправление, тот рассудителен. В доме праведного изобилие запасов, а плоды дел нечестивого приводят к изгнанию. Уста мудрых распространяют знания, сердце же глупых не такое. Жертва нечестивых — мерзость для яеговы, а молитва честных приятна ему. Путь нечестивого — мерзость для яеговы, а того, кто стремится к праведности, он любит. Наставление — зло для оставляющего путь, всякий ненавидящий исправление умрет. Шиол и место уничтожения открыты перед яеговы, тем более сердца сыновей человеческих. Насмешник не любит того, кто его исправляет, и к мудрым он не пойдет. Радостное сердце делает лицо веселым, а сердечная боль поражает дух. Понимающее сердце ищет знания, а уста глупых стремятся к глупости. Все дни угнетенного горестны, а у кого сердце радостно, у того всегда пир. Лучше немногое в страхе перед яеговой, чем изобилие и при нем смятение. Лучше овощное блюдо и при нем любовь, чем откормленный бык и при нем ненависть. Разгневанный человек возбуждает раздор, а медленный на гнев угошает ссору. Путь ленивого, как изгородь из колючего кустарника. Путь же честных ровный. Мудрый сын радует отца, а глупый человек презирает свою мать. У кого нет разумного сердца, тот радуется глупости, а проницательный человек идет прямо. Без доверительного разговора планы расстроятся, а при множестве советников будет успех. Человек находит радость в ответе своих уст, и как хорошо слово, сказанное в подходящее время. Путь жизни человека, действующего с пониманием, ведет вверх, отводя от шеола внизу. Дом возвышающих себя и егова разрушит, а межу вдовы утвердит. Замыслы злого — мерзость для еговы, а приятные слова чисты. Тот, кто получает нечестную прибыль, навлекает беду на свой дом, а ненавидящий подарки, будет жить. Сердце праведного обдумывает, что ответить, а уста нечестивых источают зло. Егова далек от нечестивых, а молитву праведных слышит. Светлый взгляд радует сердце, добрая весть уточняет кости. Ухо, которое воспринимает исправление, ведущее к жизни, пребывает среди мудрых. Кто уклоняется от наставления, тот отвергает свою душу, а кто воспринимает исправление, тот приобретает сердце. Страх перед еговой наставляет человека, чтобы он поступал мудро, и славе предшествует смирение. Глава шестнадцатая Человек строит замыслы в своем сердце, но от еговы ответ языка. Все пути человека чисты в его глазах, но егова оценивает дух. Переложи свои дела на егову, и твои планы утвердятся. Все приготовила егова ради своего замысла, и даже нечестивого, на злой день. Гордый сердцем отвратителен для еговы. Хотя он заручается поддержкой, он не останется без наказания. Любящий добротой и истинной искупается грех, и в страхе перед еговой человек удаляется от зла. Когда пути человека приятны егове, он примеряет с ним даже его врагов. Лучше немногое с праведностью, чем изобилие безсправедливости. Сердце человека может обдумывать путь, но шаги направляет егова. Из уст царя должно исходить вдохновленное решение. Его уста не должны быть неверными в суде. Верные весы и весовые чаши принадлежат и егове. От него и все каменные гири в сумке. Злые дела отвратительны для царей, потому что престол утверждается праведностью. Праведные уста приятны великому царю, и говорящего честно он любит. Ярость царя — вестник смерти, но мудрый человек отводит ее. В светлом взгляде царя — жизнь, и его благосклонность словно облако с весенним дождем. Насколько же приобретение мудрости лучше приобретение золота, и предпочтительнее приобретать понимание, чем серебро? Путь честных — удаляться от зла. Кто охраняет свой путь, тот бережет свою душу. Гибели предшествует гордость, и падению — надменный дух. Лучше быть смиренным духом и пребывать с кроткими, чем делить добычу с теми, кто себя возвышает. Кто проявляет глубокое понимание дела, тот найдет благо, и счастлив тот, кто полагается на Иегову. Мудрого сердцем назовут понимающим, и сладость на устах прибавляет убедительности. Глубокое понимание — источник жизни для тех, кто им обладает, а наказание для глупых — их глупость. Сердце мудрого исполняет его речь пониманием и прибавляет его устам убедительности. Приятные слова — сотовый мед, сладость для души и исцеление для костей. Есть путь, который кажется человеку правильным, но в конце его — пути смерти. Душа труженика трудится ради него, потому что к этому его понуждает род. Негодный человек роет, чтобы извлечь зло, и на его устах словно палящий огонь. Интриган сеет раздоры, и клеветник разлучает близких друзей. Жестокий человек обольстит своего ближнего и заведет его на недобрый путь. Он подмигивает глазами, плетет интриги, закусывая губы, доводит злое дело до конца. Седина — венец красоты, если она находится на пути праведности. Медленный на гнев лучше сильного, и владеющий духом лучше завоевателя города. Жребий бросают в полу одежды, но все решения, полученные через него, — от Иеговы. Глава семнадцатая Лучший кусок черствого хлеба и с ним спокойствие, чем дом, в котором много жертвенного мяса и при этом ссоры. Разумный слуга будет управлять беспутным сыном и с его братьями разделит наследство. Плавильный сосуд — для серебра, печь — для золота, а сердца — исследует Иеговы. Злодей прислушивается к злонамеренным устам, лжец преклоняет ухо к языку, сеющему несчастье. Кто насмехается над бедным, тот порочит его создателя. Кто радуется чужой беде, тот не останется без наказания. Венец стариков — внуки, и красота сыновей — их отцы. Не подходят безрассудному уста честные, тем более знатному уста лживые. Подарок — драгоценный камень, приносящий благосклонность в глазах его владельца. Куда бы он ни обратился, везде имеет успех. Кто покрывает проступок, тот ищет любви, а кто продолжает говорить о нем, тот разлучает близких друзей. На понимающего сильнее подействует порицание, чем на глупого сто ударов. Зло ищет только мятежа, и против него посылают жестокого вестника. Лучше встретить медведицу, лишившуюся медвежат, чем глупого с его глупостью. Если кто-то воздает злом за добро, то зло не отойдет от его дома. Начало ссоры — все равно, что прорыв воды. Уйди, прежде чем она разразится. Объявляющий нечестивого праведным и объявляющий праведного нечестивым — оба мерзость для Иеговы. К чему глупому средство на приобретение мудрости, когда у него нет разумного сердца? Настоящий друг любит во всякое время. Он брат, рожденный на время бедствия. Человек, у которого нет разумного сердца, пожимает руки, полностью поручается перед другим. Любящий грех любит враждовать. Кто делает себе высокие ворота, тот ищет падение. У кого коварное сердце, тот не найдет добра, и у кого лукавый язык, тот попадет в беду. Родился у отца глупый ребенок, ему на горе, и отец безрассудного не радуется. Радостное сердце благотворно, как лекарство, а пораженный дух иссушает кости. Нечестивый из-за пазухи берет взятку, чтобы извратить пути правосудия. Мудрость находится перед лицом понимающего, а глаза глупого — на краю земли. Глупый сын — досада для отца и горечь для родившей его. Нехорошо налагать взыскания на праведного и бить знатных несправедливо. Кто сдержан в словах, тот обладает знанием, и проницательный человек невозмутим духом. И глупого, когда он молчит, сочтут мудрым, и закрывающего свои уста понимающим. Мудрость